Доброго времени суток всем! Сегодня мы, проект тринадцатый, гибридическая комбинаторика изучения комбинаторных методов проверки изопроводительного графа, представляем результаты нашей работы. И начнем с некоторых необходимых определений, которые стоит напомнить. А именно, пусть гамма — это регулярный граф, говорят, что гамма является сильно регулярным, если найдутся такие натуральные А и Б, что любые две смежные вершины имеют А общих соседей, любые две несмежные вершины имеют Б общих соседей. И если мы откажемся от того, что количество общих соседей зависит от смежности, то в точности получим определение графа Диза. Причем направление теории графа Диза сейчас довольно активно развивается, что важно. И граф Диза диаметра 2 называется точным, если он не является сильно регулярным. В последние несколько десятилетий было осознано, что алгоритм Висфейлера-Леммана, который по заданному графу гамма с множеством вершин v, строит разбиение множества квадратов, которое называется вэль-замыканием, является сильным инструментом проверки изоморфизма графов, с помощью которого было получено много интересных результатов. Рангом вэль-замыкания называется число классов разбиения, полученного в результате применения данного алгоритма. И отметим, что граф является сильно регулярным тогда и только тогда, когда его вэль-замыкание имеет ранг 3. А граф Келлина циклической группой называется цикулятным графом, и классификация всех сильно регулярных графов была закончена в конце 20 века. По-видимому, циркулянтных, сильно регулярных циркулянтных графов. Да, именно, циркулянтных графов. И возникла довольно естественная задача продолжить эту классификацию и описать циркулятный граф и диза с вэль-замыканием ранга 4. И с этой задачей мы успешно справились, доказав следующую теорему. Пусть g это циклическая группа порядка n, гамма граф Келли на этой группе с каким-то множеством порождающих. И предположим, что ранг вэль-замыкание равен 4, тогда гамма является графом диза тогда и только тогда, когда верно одно из следующих 7 условий, представленных на слайде. Для каждого из этих 7 случаев мы отразили в таблице параметры графов диза, полученных для каждого из них. Ну и далее, где это возможно, теоретика графовой комментарий для каждого графа. Ну вот можно видеть по порядку, если идти, что первое это у нас дополнение до решетки 2 на m, второе решетка 4 на m. Далее лексиграфическое произведение ребра на граф Келли. m копии цикла длины 5, l копии полного двудольного графа на m вершинах. И лексиграфическое произведение m деленное на 2 копии ребра с полным графом на m вершинах. И далее Равиль расскажет о циркулятных графах диза с рангом вэль-замыкания больше, чем 4. Ну да, когда мы разобрали графы с вэль-замыканием ранга 4, у нас возник вопрос. Насколько большой может быть ранг вэль-замыкания? В общем случае этот ранг не ограничен. В качестве примера можно взять цикл. В целом интересно изучать точные графы диза, поэтому мы описали некоторые серии точных циркулянтов диза с рангом вэль-замыкания 5 и 6. Анализируя результаты компьютерных вычислений, проведенных Сергеем Горяиновым и Леонидом Шаладиновым, установлено, что все точные циркулянты диза с рангом вэль-замыкания больше 4 и количеством вершин меньше 96 укладываются в одну из наших серий. Стоит вопрос, может ли ранг вэль-замыкания точного циркулянта диза быть больше 6? Это открытый и не очень простой вопрос. Перейдем к вэль-размерности наших графов. Вэль-размерность графа наименьшее число m такое, что граф с точностью диза-изаморфизма описывается тензором, получаемым применением м-мертвого алгоритма Вейсфейлера Леман. Если вэль-размерность ограничена константой m, то изаморфизм этого графа и любого другого графа проявляется за время n в степени o от m. Мы сформулировали и доказали теорему о том, что дуэль-размерность всех рассмотренных графов, включая графы с вэль-замыканием ранга 4, не превосходит 3. Давайте дальше. Перейдем к программной части. Для анализа результатов программных и вычислительных мы реализовали алгоритм Вейсфейлера Лемана размерности 2. Для анализа результатов, полученных с помощью этого алгоритма, мы реализовали функцию получения параболик для классов вэль-замыкании. Параболика — это отношение эквивалентности, составленное из бинарных отношений, которые мы получили с помощью алгоритма Вейсфейлера Лемана. Также мы реализовали проверку полученного нами вэль-замыкания на примитивность, и это для нас важно, потому что примитивные вэль-замыкания являются аналогами простых групп подстановок. Примитивных. Примитивных, да. Также мы реализовали вспомогательные функции, которые проверяют различные свойства графа диза. Что касается вычислительных результатов, у нас есть база графов диза и графов кэлли-диза. До определенного количества вершин мы посчитали все вэль-замыкания для этой базы, и результаты можно найти по ссылкам. Также мы выделили графы кэлли-диза, имеющие вэль-замыкания ранга 4, я прошу прощения, и изучили некоторые их свойства и возможные конструкции. В частности, мы отделили решетки и лексикографические произведения. Ну, в общем-то, наверное, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Что ж, друзья, я думаю, тут же Артем хочет задать вопрос. Или нет? Видимо, нет. Есть ли у кого-то вопросы по этому докладу? Можно ли? Так, пожалуйста, программную часть верните, пожалуйста. На какой именно? Вот здесь? Там, где про парагволики, вот что меня интересует. Да. А все парагволики ищутся, включая частичные? Да. Ну, та схема... Ну, хорошо, лучше ребята, наверное, ответят. Ну, мы просто не говорили о том, что такое частичная парагволика, Дмитрий Владимирович. Вообще мы не использовали этот термин, но по факту, да, ищутся все парагволики, в том числе и частичные. Еще маленькая просьба. Теорему там про ранг 3 верните, а то она так быстро пролетела, что я удовлетел. Про ранг 4, да, наверное? Про ранг 4, да, правильно. Да, вот. Ну, не суть важна в этом, как сказать. Это описание можно на него смотреть и его изучать, так сказать, подробно. Ну, вот мы его просто хотели показать, так сказать, что мы вот его получили в итоге. Вот. Что решетка означает, извините? Решетка, ну, это, в общем, тензорное произведение, вот, ну, это вот, например, тензорное произведение К4 и КМ. Вот. Ну, как сказать, я не уверен, что стоит здесь. Ну, интуитивно, вы же представляете себе, что такое решетка интуитивная, я думаю. Да, теперь верни, пожалуйста. Да, а точное определение можете где-нибудь посмотреть, в общем. Я не думаю, что стоит сейчас на этом заострять внимание, но точное определение. Дмитрий, вы удовлетворены ответом? Вполне. Ну, то есть, еще раз, вот, если знаю, вот это вот тензорное произведение, вот, например, графа полного на четырех вершинах, на граф полный на N вершинах. Вот, наверное, самый правильный ответ на этот вопрос. Григорий, не торопитесь сразу давать ответы, я думаю, ваши как-то люди будут рады на него ответить. Я вижу здесь поднятую руку Евгения Петровича. Евгений Петрович, пожалуйста. Да, спасибо большое. Спасибо за доклад. Вот, честно говоря, очень хотелось понять, а в чем заключался мозговой штурм и какие идеи рождались в этом процессе. Вот, мне этого сильно не хватило. Было что-нибудь такое, чего, ну, вот, кураторы проекта не знали, и вдруг они вот во время работы какие-то новые идеи для себя подчеркнули? Это вопрос, скорее, наверное, все-таки к куратору сейчас, но к студентам тоже, если они могут на это ответить. Каждый отвечает сам за себя. Сначала мне ответить или студенту? А кто готов, тот пусть и отвечает, я не знаю. Ну, я тогда, наверное, могу дать комментарий, вот, как раз по поводу первой теоремы. В ходе доказательства одного парочки из этих пунктов, именно как пункта 3 и пункта 6, которые вы видите, мы использовали данные из теории чисел, а именно циклотомические числа. Казалось, что они очень тесно связаны числами пересечений, да, и именно эта связь позволяет как раз-таки описать эти пункты, и с помощью этого мы добились вот такого результата. То есть, отвечая на ваш вопрос, что вот новое и, может быть, неожиданное, это вот связь нескольких, некоторых областей математики, вот именно теории чисел и теории графов, ну, и групп, конечно же, тоже. Спасибо, Григорий. Ну, для меня, на самом деле, ответ, с одной стороны, примерно такой же, потому что вот все эти теоретико-числовые дела, они для меня тоже явились несколько неожиданными. Ну, вот, в частности, если посмотреть на седьмой пункт, вот здесь вот такое, ну, вот такое есть условие, вот, на простое число, какое оно должно иметь вид, и когда там, значит, все будет хорошо. И вот вся эта теория числа для меня, в целом, которая здесь возникла, тоже явилась неожиданностью. С другой стороны, там было несколько, ну, таких мест, ну, тоже не совсем понятно, когда мы на это начинали все делать, вот именно про VL-размерность. То есть, вот, например, как понять, что VL-размерность, вот, графа PLE на ребро, ну, и там можно говорить, типа, VL-размерности об общениях, не только граф PLE на P-точках, но и там на P-в степени N-точках. Вот какая у него VL-размерность? То есть, на самом деле, самые грубые такие, если мы возьмем известные результаты, вот, и применим просто непосредственно, то грубая оценка получится на VL-размерность 6, вот. А вот что на 3, на самом деле, там понадобились некие такие, в общем, ну, не очень, может быть, известные вещи, вот, которые, ну, для меня в чем-то тоже новыми являлись. А еще у каких-то участников остались какие-то неожиданные впечатления? Да, у меня вот маленький вопрос, что я попустил. Вы реализовали VL-замыкание, вот, а что там с M-мерным, вот, его реализовывали? Нет, двумерный реализовывали только. Понятно, это на следующий год, спасибо. Да, мы его отпытались осознать, вот. Я вижу еще две поднятые руки, и у меня еще моя личная рука поднята, и первая, кого я спрошу, да, Артем, действуйте. Я, может быть, прослушал, но и пытался, на самом деле, еще погуглить, когда слушал, потому что, ну, мне показалось, что это довольно важно для понимания. Что такое вырезы мканья? Ребята, кто-нибудь ответит? Да, ну, тогда, наверное, стоит вернуть на слайд с алгоритмом Висфиллера-Леммана. Ну, если объяснять понятно, да, то есть максимально наглядно. Вот у нас есть алгоритм, он каким-то образом раскрашивает вершины множество в квадрат. И на выходе мы получаем тензор. Тензор, ну, можно его мыслить как матрица, допустим, с тремя параметрами, да, то есть первая, это у нас какая-то вершина, вторая вершина, и третья отвечает цвету, который сопоставляется этим двум вершинам. Ну, это если говорить конкретно о двумерном алгоритме Висфиллера-Леммана. И в Эльзамыкане это как раз-таки вот разбиение множества в квадрат на эти цвета. Ну, можно просто мыслить это как раскраску множества вершин, ну, декартового квадрата вершин данного графа. Раскраску в том же самом смысле, как это было, с совершенными раскрасками? Нет, не совсем в том же. Не совсем, но можно мыслить просто как раскраску вершин. Как раскраску множества пар вершин, на самом деле. То есть, получается, что вы говорили, что ранг в Эльзамыкане, вы смотрели, что он, получается, может ли больше шести быть, правильно я делаю? Да, просто количество цветов этой раскраски, на самом деле, если мы говорим о раскрасках. Ага. Хорошо. Спасибо. Можно мне вклиниться. Все-таки это будет совершенная раскраска, но рюберного графа. Да. Если вы возьмете рюберный граф, то для его вершин это будет совершенная раскраска. То есть, вот интересно вышло, что два проекта достаточно связаны между собой. Достаточно сильно выходит. Елена Валентиновна. Да, спасибо большое, Тимур Юнатович. Ну, во-первых, я хочу все-таки поблагодарить выступавших за, мне кажется, просто прекрасную презентацию. Видно, что тут полномасштабная работа и получены результаты так, что в теоремах хочется вглядываться и выглядываться. И есть какие-то дальнейшие, ну, не столько гипотезы, сколько уже намеченные пути, и в том числе программная реализация. Вот у меня один вопрос по программной реализации, а потом еще некоторые комментарии. Если позволите, можно тот слайд, где вы перечисляете все, что было вами сделано. Значит, меня интересует последний пункт, где вы говорите о том, что реализованы функции проверки, вот на этом слайде, различных свойств графов диза. Вы реализовывали в программной части вашей работы. Спасибо. Мы распознавали точные графы диза, ну, то есть буквально по определению. Так, что еще? Может быть, вы среди них распознавали, какие являются графами Келли, или это уже известно? Графы Келли диза намного, если смотреть по уже известным, их намного больше известно, ну, посчитано. Поэтому те, доступные нам графы диза, уже понятно, какие из них Келли, какие из них не Келли, поэтому... Этим вы пользовались уже. Тогда, может быть, вы спектральные свойства графов диза еще как-то исследовали? Нет, спектр мы не изучали. То есть вас интересовали только те свойства, которые нужны в рамках исследования настоящего проекта? Ну, на данный момент, да. Хорошо, спасибо большое. У меня тогда вопросов нет. Но если можно, Тимур Ренатович, то у меня еще небольшой комментарий. Можно? Есть еще время? Как раз на него у нас есть время. Спасибо вам большое. Я, собственно, апеллирую к тому, с чего вы начали в первом проекте, когда было сказано, что результатов получено так много, а времени так мало их рассказать, что необходимо уже вот подвигаться в какие-нибудь воркшопы и конференции, слушать там. Поскольку у нас... Я являюсь организатором воркшопа по алгоритмической теории графов. А эта тематика нам очень интересна, потому что графами диза и графами кэлли диза мы очень сильно занимаемся. То мне бы хотелось пригласить тех ребят, которые сегодня выступали, сделать более расширенные доклады по тем результатам, которые к ноябрю месяца наверняка будут уже оформлены в каком-то приемлемом виде, так, чтобы можно было рассказать точно все те случаи, которые в теореме есть. Потому что, ну вот видно по вопросам, как Дмитрий задавал, покажите мне теорему, еще покажите. Потому что за каждым случаем, конечно же, стоят какие-то интересные находки наверняка. Вот мы будем очень рады видеть все ребят. Это, кстати, воркшоп, который будет проходить тоже в рамках математического центра, поэтому мне кажется, это будет очень логично, и я буду очень рада видеть все ребят и также их кураторов на этом воркшопе. Ноябрь со 2 по 8 ноября. Мне кажется, это очень почетное предложение. Я думаю, Григорий наладит контакт между вами, кураторами и участниками. Я думаю, будет для нас почетно послушать новые идеи, о которых мы вот не знали. Это было бы замечательно. Спасибо. Спасибо большое. Еще можно, если две минуты? Ну, я скажу просто, что вообще текст, некий черновик статьи уже готов, вот в некотором виде. Ну, конечно, он будет еще очень долго правиться и редактироваться, но, так сказать, результаты уже каким-то образом записаны. Продолжение следует...